Так, супер. Оксана, мы сегодня рады приветствовать вас в нашей студии «Золотой портной». Сегодня наша с вами выпускная, можно сказать, встреча, зум-встреча, которая будет дальше транслирована на нашем YouTube-канале. Для того, чтобы вы сами собой гордились, для того, чтобы вы поняли, сколько вы всего натворили за время курса, что ещё предстоит сделать. И будем это раскапывать с самого начала. Коротенько, но по делу и с очень хорошими эмоциями и возможностями. На твои люди мало. У меня две дочери. Старшая живёт отдельно, младшая со мной, она студентка. А переехали откуда? Переехала из малого города, здесь недалеко, 160 километров. Там родилась, выросла. Город Туймазы. Сейчас в Уфе. Здорово. А сейчас вот? Очень классно, что несмотря на возраст, многие же тебе уже говорят, да что, мне уже там 45, куда мне там уже стремиться? 51. Переехали. Когда переехали? Буквально вот недавно, да? Да, 7 месяцев назад, как я здесь проживаю, 7 месяцев назад. Переехали. Начинайте всё, можно сказать, с чистого листа, ещё приумножая всё, что... Абсолютно точно. Ну, то есть не перечеркивая предыдущие заслуги какие-то, да, вот продолжайте наращивать. Мне очень тесно там было. Абсолютно точно. Это была цель. Я приехать хотела сюда не просто как сам факт переезда в Уфуа, а с целью роста в бизнесе своём, о котором сейчас тоже расскажу. Супер. Откуда вообще швейное дело какое-то? Не бизнес, не работа, а вообще как вы со швейным искусством, мастерством столкнулись, когда и как оно перетекло в вашу жизнь? Да, да. В общем, дело всё в том, что, как многие говорят, что это всё с детства, но так и было в моём случае. Это было с детства. Сначала это было не просто не шитьё, это было просто рукоделие, там мягкая игрушка, вышивка, прямо с детского сада. Я сейчас помню, что, значит, в старших подготовительной группе я вышивала мишку олимпийского. И, да, я прям помню, я сидела на кухне с мамой, вышивала вот этого мишку контуром, значит, по контуру нарисованному карандашом простым. И потом при входе в детский сад повесили мою работу, никогда не забуду. И вот с тех пор вот рукоделие – это моё. Вот. Шила я, значит, уже в старших классах, если вот так вот перешагнуть быстренько, в старших классах уже шила не только себе, но уже и на заказ абсолютно как любитель. Тогда были журналы, которые по рукам ходили, были такие потрёпанные, но из-за счастья в руках журнал «Бурда» было держать. И, в общем, те, у кого этот журнал был, были глубоко уважаемыми людьми, короче говоря. Вот. Ну а после школы, после 11-го, точнее тогда ещё 10-й класс был, у меня даже вопрос не стоял, куда пойти. Это было однозначно швейное дело. То есть я не любитель, я профессионал. Я поступила в Малакуйбюшский индустриально-педагогический техникум, тогда был техникум, сейчас колледж. И закончила его успешно, стала технологом, техник-технолог швейного производства и мастер производственного обучения. То есть это прям моя-моя сфера. Вот. И вот по окончанию, значит, сначала работала в частных ателье, как наёмный работник. И потом, спустя годы, с 2004 года, уже были мои швейные мастерские, дальше больше. И вот за 16 лет моей работы, моей деятельности, последнее место работы моего, значит, моё детище – это школа шитья. Она у меня уже была. То есть с 19-го года по 21-й, два с половиной года курсы кроя и шитья. Ну, то есть вами созданная школа не место работы, а именно вот создали сами школу и... Да, да. Я была и в одном своём лице и руководитель, и преподаватель, и даже порой уборщица. Всё, всё было я там в одном лице. Как смогли, так и реализовали. Абсолютно точно. На ощупь. Как могла. Никто не рассказал, никто не поделился, потому что это всё было ново. Я как смогла по сусечкам в интернете собрала информацию, подглядывала, кто как работает. И, в общем, сложилась у меня такая определённая программа, которую потом уже опробовала. И успешно два с половиной года я эти проработала до переезда сюда. Ну и похвалитесь. Вы переехали, купили жильё без ипотеки, без никаких кредитов. Без ипотеки абсолютно точно. Да, я знаете, как только цель поставила, точнее цель-то у меня ещё была 7 лет назад, но школа шитья именно позволила мне быстро собрать финансы, накопить. И продав там предыдущее жильё, добавив здесь, ещё я здесь сделала капитальный ремонт. Я приехала, я купила квартиру. И, знаете, этим можно похвастаться. Я сделала такой ремонт, который не делает, ну, скажем, мужчина в семье. Я поднимала тут полы, мы тут проводку меняли, потолки, всё. Вот такой глобальный у меня был изначально план, что я и совершила, конечно, сделала. И вот сейчас уже готова, как только нашла ваш курс, осознанно обучилась, и сейчас хочу дальше снова открываться здесь, в городе Уфа. Здорово. То есть вот сейчас получится тот самый симбиоз, да, то, что вы на ощупь пробовали, смогли, в принципе, успешно в своём небольшом городе реализовать свою школу шитья, да. И сейчас ещё это усилили возможностями курса, совмещением, возможно, в дальнейшем каких-то других направлений, о которых вы уже замышляете, да. То есть совершенно в другой масштаб выйти. Здорово. Вот какая как раз-таки, да, вот сейчас, ну вот реакция семьи на вашу идею развиваться, вот переехать в новый город. Все поддержали, ура, говорит, мама, мы переезжаем с малого, большой. Ну да, в принципе, да. Дочка, значит, старшая здесь давно проживала, а младшая со мной. Обе, конечно, поддерживали. Тут и внучка у меня уже родилась. И мы вот теперь здесь находимся, то есть это было обоюдное желание, и мы так к этому готовились. Немножко родители были против, потому что они всё-таки в возрасте, они не хотели одни оставаться там, в Туймазах, в своём городе. Но благодаря, наверное, характеру, упорству своему, вот, по природе я такой человек, я себя знаю. Я поставила себе цель, и вот эта цель, она теперь осуществилась. В моих планах это только был первый этап переехать. Но обязательно здесь такую школу шитья открыть, которой ещё просто нет, в Башкирии, так скажем. Потому что я понимаю, что Уфа как столица города. Здесь, скорее всего, самое-всё-самое, всё вкусное, самое интересное, самое созданное на высоком уровне. И я понимала, что я смогу сделать что-то очень уникальное. Вот прямо меня изнутри это движет. Имея швейные навыки, образование, вот, обучившись у вас, всё, чего мне не хватало. Вот хочу, как вы говорите, в симбиозе соединить все мои знания и уже в практике применить. Вот, я готова. Вы сейчас так говорите, знаете, как будто есть желание сделать вот что-то грандиозное. И вот вами как раз-таки внутренний какой-то свет движет создатель, на самом деле. Да, но это очень круто. Хорошо. Вот какой в среднем доход получали вот от той школы, которую пришлось оставить? Ну, смотрите, особенно, значит, уже в последнем полугодии в среднем 100-120 тысяч чистой прибыли мне оставалось. Поскольку, значит, у меня не было сотрудников, поскольку арендная плата там была не столь высока, налоги тоже невелики. В основном, ну, выхлоп очень хороший, маржинальность, как принято сейчас говорить, очень высокая. Вот. Ну, а до школы шитья у меня ведь были и другие моменты. У меня же были и мастерские швейные, где у меня были сотрудники, которых я оформляла официально, кого-то неофициально. Всякое мне пришлось пройти, вот. Но сравнивая с тем, с предыдущим бизнесом, для меня самое-самое вкусное и самое интересное – это все-таки школа шитья. Ну, повторюсь, потому что у меня чуть-чуть образование как раз позволяет вести вот это все, такой вид деятельности. И однозначно школа шитья для меня сейчас в приоритете. Супер. Опыта много, важно делиться. Как я люблю говорить, что если я долго не делюсь с кем-то своими знаниями, возможностями, не передаю их, не масштабирую, то где-то как-то внутри меня начинает попахивать, что оно подтухает маленько и прямо где-то даже аж не очень хорошо. Это круто. Хорошо. Ну вот, получается, вы целенаправленно решили, повторяли бы опыт, у вас же там, в принципе, все хорошо получилось. А зачем пошли искать какие-то знания? Знаний не хватало в сфере организации масштабно, масштабируясь, не хватало знаний экономического характера. Как это все организовать, как я это называю, не бизнес на коленках, где я одна себе и администратор, и управляющий, и преподаватель, все сама. Я захотела научиться делегировать, чего мне не хватало в моем предыдущем бизнесе. С этим почему-то сложно всегда было. Всегда мне казалось, что я сделаю лучше, чем кто-либо, обслуживаю клиентов лучшим образом. И, в общем, пришло понимание, что учиться надо дальше, понимаете, что так дальше двигаться нельзя, потому что это не бизнес. Это, наверное, самозанятость больше, понимаете, да? А выбирать из чего-то, ну, то есть мы же, наверное, не единственная какая-то образовательная платформа, из которой вы выбирали. Как вы вообще до нас добрались? Да, вы знаете, я вот у девочек слушаю, они говорят, мы присматривались долго, кто-то год-полтора. Вы знаете, я к вам не присматривалась. Я сразу как увидела и услышала Ирину Артамонову. Правда, это был второй вебинар. Первый раз я послушала, мне понравилось. А второй раз я зашла осознанно в интервале две недели. Я зашла осознанно послушать. Я уже знала к концу вебинара, что я буду учиться. То есть я подтвердила свои возникшие желания послушать, а потом и пойти вслед за Ириной. Я поняла, что этот специалист знает, о чём говорит. У неё есть уже опыт, которым я могу научиться. Это то, что мне не хватает. И сразу же... Ну и я купила, наверное, то, что она сама, скажем, из школы шитья перешла в онлайн-образование. То есть был опыт у неё конкретно заниматься школой шитья. Конкретно, да. Ещё между строк, вы знаете, я порой вот слышала какие-то вещи, и меня цепляло как-то, знаете, вот она говорит правду. Она знает, о чём она говорит. Это не просто какие-то написанные, выученные фразы. Это именно из опыта её жизненного, профессионального опыта. Настоящий, если какую-то почувствовали. Абсолютно точно, да. Ну и обаяние её, конечно, в чём я даже не расставалась. Я это всё видела на протяжении наших занятий. В общем, я очень поверила, да. Ну, совпала эта картинка, во что вы поверили и что вам в итоге дали? Давайте скажу честно, значит, что ожидала, что получила. Значит, ожидала, что больше будет, может быть, какой-то конкретики, каких-то больше знаний, которых чисто узкой специализации, даже порой швейной или экономической. Но здесь получился симбиоз. Здесь вы нас научили работать самостоятельно тоже, добывать информацию. Вы нас направляли в те сферы, где нам надо было самим себе наковырять знаний, в том числе развиться, расшириться и тем самым переступать через сопротивление собственное. Ой, какие они были сильные сопротивления, честно скажу. Вот. И через это вырасти. Поэтому. Супер. Так прям волнительно этот момент наблюдать, да, когда, ну, понимаем ожидание. Мы пришли за знаниями, вы нам сейчас все расскажете, как это надо делать. А тут бах, ну, конечно, рассказывают. Не прям, не просто вы все копаете, да, то есть, ну, рассказываем, но чего-то не договаривая, даём, даём вилы, лопаты, совки, вёдра, швабры, что хотите берите, да, и идём в поля. Очень важно, да, чтобы вы по окончанию курса не остались безрукими, безногими, да, там, ещё какими-либо инвалидами, в части того, что теперь вы можете себе добыть любую информацию, да, вот, в основополагающих каких-то возможностях и понимать, где это не потолок, а можно это прям, ну, вот, живая инструкция. Не нужно давать готовую инструкцию для вашего сотрудника, да, её нужно любую, введя этим скелетом, и собрать свою, дорабатывать её, и всё, что угодно из этого, естественно, полагается. Здорово. Как я обычно говорю, как вот, допустим, в вашем случае, для меня это удочка, вы дали удочку, а нарыбачить это всё я теперь уже могу, опираясь вот на ваши, на ваши знания, на эти замечательные уроки, которые нам остаются, да, целый год, и хочется повторить, честно говоря, это обучение, но уже с таким более, большим осознанием, что ли, вот, вкусить это снова, поэтому уроки остались, ещё не раз к ним обращусь, ещё не раз на них буду опираться. Конечно же, это же был интенсив, в разрезе недельного спринта, да, модули открывались, и вы шли в прекрасном темпе, чуть-чуть сначала там немножко где-то подзастряли, потом быстро выровнялись, всё, и виден был ваш характер волевой, всё, что делали, всё круто, в неделю закрывали со всей своей командой. Ну, вы включили нас, я хочу сказать, вы включили нас находить время, отделять, выходить, находить время для более важных вещей, и в сторону, или совсем отметать то, что у нас забирает время нещадно, потому что 24 часа в сутках у всех, как я поняла, но кто-то проживает их неосознанно, а вы заставили жить осознанно, в том числе, то есть вот такая дисциплина выработалась. Круто. Было ли для вас открытием, что, ну вот, допустим, открылся после подготовки первый модуль, да, как раз-таки про ресурсы, про какие-то дорожные карты, нет, чтобы делом заняться, да, там, начать производство рассматривать, какое вы собираетесь открывать, а мы там начали почему-то спрашивать, а чего вы вообще хотите-то, куда деньги тратить будете, нам-то какое дело, по сути, как вам вообще зум-встреча с позитивной подготовкой. Это был очень неожиданный формат, сразу говорю, то есть к чему-то я была готова, но вот к такому сценарию, к такому графику этих ваших курсов, как они, оказывается, будут выстроены, я точно не была готова, потому что вы заставили масштабировать, вы заставили нас думать и заходить издалека. Я в первую же неделю поняла, вот как строится бизнес на самом деле, вот какой должен быть подход, вот, оказывается, надо куда широко зайти, подумать, продумать и потом сверху спуститься вниз. Для меня это было точно, я поделилась старшую дочерью вот этим вот инсайтом, она у меня тоже на стадии предпринимательства, вот молодой предприниматель. Я говорю, вот как, оказывается, это делать должны мы были. И очень неожиданно, всё, что было выстроено вами, я такого нигде не слышала и не видела. Со мной никто не делит. Здорово. Неожиданно. Мы тоже рады этому, что неожиданность встречаем каждый раз в этом моменте, потому что всем кажется, что мы сейчас пойдём помещение искать, партных или там кого сразу, да, и считать, что же там сколько стоит. Классно. Что помогало ещё приблизиться к цели по пути решения всех вопросов? Что помогало? Ну, видите, у меня же параллельно здесь я ищу помещение, а вы даёте как бы знание, что как мне делать, как двигаться. Ну, что помогло? Уроки ваши помогли. И, конечно, зумы. Ни одну зум-встречу я не пропустила. Хорошо, что тоже они остались у нас в записи, потому что порой, когда задаёшь вопросы в том же зуме, а их у меня было очень много, я задавала, я не стесняюсь, я пришла за знаниями, я их получила. Вот. Но я их могу пересмотреть, потому что не всё порой слышала своих девочек, таких же коллег, которые задавали вопросы. Сейчас я могу их прослушать снова. Это очень-очень здорово, большой такой бонус. Это помогало. Ну и, конечно, в подгруппе кураторы, которые нас ввели, я думаю, что нам так особо повезло. Кураторы Екатерины и Алла, мне кажется, это вот прям нам так повезло. Прям замечательные такие женщины попались. Огромная им благодарность. Сначала это напрягало, что нам так рады, так быстро на всё реагируют. Что такое? Что за маски люди одевают? А потом растопили наши сердца. Вот я честно вам говорю, мы могли написать в любое время, и ответ такой быстрый был всё время. Всё, что знали, всё рассказывали. Всё могли и делились. Изначально сразу даже не воспринимали, что такое вообще, что за радушный приём? Откуда, да, с чего это вдруг такая, значит, лояльность, доброта и прочее? Сейчас, говорит, всем делиться будем. Что-то не то и не так, да? Но оказывается... Ну, а к хорошему привыкаешь быстро, вы же знаете такое выражение, и мы быстро привыкли к хорошему. А потом раз, и восемь недель-то уже прошли, и даже расставаться печально было. Ну, как и заявляем, что мы с вами никуда расставаться не собираемся. У вас продолжение, во-первых, новый курс, который вы взяли себе, новую высоту, и гордимся то, что опять вы пошли не в кредит, а нашли эти средства, оплатили полностью, и идёте дальше обучаться для того, чтобы запуститься уже в полном формате, упакованной, подготовленной во всеоружие. Делитесь ещё... Средства пришли неожиданно. Средства пришли оттуда, откуда даже и не стоило даже думать и планировать. Они просто появились. Про продолжение обучения в самом начале я не думала. Ну, а потом уже, когда к концу, значит, вот шить выгодно подходило, я уже, я понимала, мне не хватает ещё одного звена знаний. Не хватало в наше современное время без рекламы, без обучения того, как это всё делается, без продвижения, по-русски говоря. Вот. Мне не обойтись. Ну, а кто как не ваша школа, мне это даст, потому что это есть наша швейная сфера. Все особенности, они вот будут именно здесь выложены, вами обучены. И я вообще без сожаления туда дальше двигаюсь. Да, хочется ещё отметить, но в большей степени мы не будем вас учить становиться маркетологами, таргетологами, либо ещё кем-то СММщиками, да, там, либо ещё как-то. Мы учимся управлять, да, своим предприятием, своим проектом во всех вот этих сферах, да, что нужно для рекламы, что нужно для автоматизации, да, вы своими руками это будете что-то сейчас настраивать, пробовать, ну, понимать, что вообще, как с этим будут работать ваши подрядчики, какие им задания давать в том числе, да, ну, и как работать с клиентским сервисом со своим. Теперь, этот, неподкупная, неподкупная вот эта вот настоящность, да, будете транслировать и своим клиентам сказать, так, что это за школа шитья такая, мне так здесь рады, так рады. Потом со школы с вашей не выгонишь клиентов, уже, говорит, двери закрываем, они в окна лезут. Да, да, ну, я, да, я буду повторять, даже, знаете, стиль, стиль обучения от Ирины Артамоновой, как она свои уроки записывала, вот, вот ее характер, разложение, я все принимаю на свой счет, я учусь всему, я знаю, что я буду вот так же в чем-то очень доступна, приятно, какие еще слова подобрать, ну, в общем, так излагать свой материал, чтобы он укладывался в мозгах каждого так вот лояльно, легко, приятно, даже вот в этом. Здорово. У меня аж прям мурашки от удовольствия. Мы рады, что манера курса, все наши старания не прошли даром и нашли отклик в вашей душе, в вашем сердце, в ваших, скажем, нейронных связях, да, которые вы сейчас простраиваете для своего проекта. Очень-очень здорово. Каких результатов удалось добиться за время обучения? Ну, каких результатов? Повторюсь, я же параллельно уже первые шаги делала вместе с вами на открытии бизнеса. Вот такие результаты, что вот я уже вот-вот и откроюсь, то есть знаний у меня уже хватает для того, чтобы создать команду, да, то, чего мне не хватало вот этих знаний, как эту команду собирать, о том, что ее нужно все время собирать, команду, что объявления должны быть для сбора сотрудников, чтобы у меня был некий запас, то есть знаний для продвижения у меня достаточно, остается только их свершать, остается их только... То есть, по сути, вы говорили, что у вас уже есть помещение, да, договоренность. оборудование уже подобрано, все, да? Оборудование, оно уже есть где-то процентов 50, 50 я еще процентов буду добирать до оборудования, это основные средства, это мебель в том числе, но незначительная, но, да, она тоже будет. Вот, теперь в связи с переездом мне полагается соцконтракт, который я обязательно не упущу такую возможность, да, 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 поэтому вот уже, честно скажу вам, и справки у меня собраны для, значит, соцзащиты, и бизнес-план уже такой черновик у меня есть. Вот осталось только окончательные действия совершать, пойти, сдать, значит, чтобы меня приняли, чтобы меня подтвердили. Сейчас сертификат вам еще выдадим туда, вы его обязательно при... короче, приложите, потому что сертификат дает преимущество при получении соцконтрактов. Сейчас это не новость. С прошлого года буквально к нам все ученики, которые учились и по каким-то причинам не смогли получить сертификаты, их начинают получать, доделывать задания какие-то, потому что это дает преимущество, что вы не просто так с улицы пришли, да, и собираетесь открывать свои проекты, а вы прошли обучение в, скажем, целенаправленно в онлайн-школе либо в любом другом образовательном учреждении по построению бизнес-процессов. Это очень для них важно. Поэтому вы прямо там в бизнес-плане это тоже указываете и прикладываете свой сертификат об обучении. Хорошо, да. Не знала, честно говоря, что это вот... Ну, мы говорили на курсе, видимо, вот это частичное, да, как вы говорили, что вот я, когда хочу задать свой вопрос, многих не слышу. Это на самом деле так и есть, да, когда мы сами готовимся к выступлению либо что-то ждем, когда ответят на мой вопрос или, ну, видим, что еще не разбирали этот вопрос и готовимся задавать, то есть многое, что мы пропускаем мимо, поэтому все пересмотрите, будут вопросы, задавайте по соцконтракту. Круто. Ну, вот таким образом первые действия я уже свершать начала. Ну, то есть был не теоретически, а вы все делали в практике. В том числе, да, да. Теоретически перевожу в практику. То, в чему пришла учиться, то уже применяю активно. Классно. Значит, открываетесь вы, какие планы на открытие, в каком периоде, в апреле уже или... В каком периоде? Нет, наверное, не в апреле все-таки, а все зависит от того, когда выделены мне контракты, то есть финансирование, когда... Как выяснилось, значит, в большом городе невозможно получить финансирование сразу же, скажем, да, после момента даже одобрения. Придется выдержать какое-то время. Это может быть месяц, полтора или даже два. То есть вот от этих... От этого... Как раз-таки сейчас обучение по маркетингу, по управлению. Ну, думаю, что в мае, начале июня, это, наверное, будут уже крайние сроки, когда уже я это все осуществлю. Будем с удовольствием ждать вашего открытия, поздравлять. Будем общаться еще, обучаться. Ну, я думаю, не стоит спрашивать, что окупил ли курс потраченный время и деньги, да, то есть понятно, что в деньгах вы сейчас не зарабатывали, но сам бизнес-план вами выстроенный, он уже стоит на самом деле больше той суммы, которую вы оплатили за сам курс, если бы вы его где-то покупали, да, они сами составляли. Что можете пожелать тем, кто сейчас начал обучение? Кто начал обучение? Я хочу пожелать, как уже состоявшийся студент, пожалуйста, знаний, которые вы получите, их очень много, они выстраданы, может быть, не то слово будет, но они абсолютно из практики и знаний так много, пожалуйста, начинайте их изучать уже сразу, не откладывая, потому что вписаться в дедлайн нужно достаточно много усилий так правильно организовать свое время, чтобы каждый урок, каждый бонус, записанный на этом курсе, был вам полезен. Поэтому быстрее включайтесь в процесс, самоорганизовывайтесь, быстрее и все пойдет на пользу. Я, честно говоря, зашла немножко в таком настроении, неподготовленное, что ли, ненастроенное. Вот сейчас, когда я иду с вами учиться дальше, я все сделаю, чтобы прям вот у меня не было напряжения сдавать вовремя домашние задания, выполнять его, а даже чуть-чуть с опережением. Уже вошла в ритм вошли, как бы, и вам это спокойно понимаете, как расставить приоритеты, когда начать, когда закончить, по объему какая информация, то есть уже вошли в свой преподавательский вкус, оцениваете это, как профессионалы действуете. Здорово. Надо просто все делать вовремя, выполнять и отодвинуть не столь важные дела, расставить приоритеты, я бы так это назвала, и побыстрее. Ну, здесь еще можно сказать даже чуть-чуть усугубить, что важными делами мы можем прикрываться сколь угодно, но не освоив данный курс, мы можем оставаться на месте и не расти, и не понимать, почему мы не растем, закрываясь вот этими важными делами. Да, скорее всего так. Есть у нас еще те, кто, как вы говорите, присматриваются год, полтора, полгода, разное количество времени, и смотря даже такие эфиры, как мы с вами сейчас проводим, говорят, да, наверное, это не настоящие. Что-то все говорят, что так прекрасно, результаты классные, да, и все действуют, у всех что-то все получается, да, ну, не может быть такого. Настоящее, вы что можете им порекомендовать от себя? Я хочу сказать, что это курс, стоящий действительно, все, что здесь заявлено на вебинаре Ирины Артамоновой, то действительно происходит на самом обучении. Те результаты, которые вы можете получить, вы их реально получите. Это все знания, которые были на практике записаны и нам переданы. Вот, так что не бойтесь и не теряйте время, я бы так сказала. Просто представьте, если вы смотрите, вернее, кто-то смотрит год-полтора, а вы ведь применив и обучившись эти знания, вы можете уже сейчас действовать. Представляете, вы уже через год можете чего-то достичь, а не застревать в прокрастинации, не терять, еще раз говорю, это время. Кстати, я не раз услышала на этом курсе такую фразу, что самое главное это ведь не деньги, не средства, а время. Вот время, оно самое ценное, оно, его ничем не купишь, не заменишь, не вернешь. Поэтому, девочки, если вас захватило, зацепили вот этот вебинар, на который как бы мы все слетелись изначально, слушайте, доверьтесь и двигайтесь, идите и учитесь. И будет вам дано все очень быстро, потому что все очень действенное. Поэтому не работе, доверьтесь. Хорошо. Какая ваша сильная сторона? Может быть, совет другим, как этого достигать? Вот, что помогает вам справляться с сомнениями, страхами, трудностями? Говорит, вот я поставила цель упрямая и иду к ней. Но это же не только упрямство. Что-то, ваша какая-то сильная сторона здесь присутствует, которая вам вот, вами движет? Ну, смотрите, я вообще понимаю, что нужно просто делать, нужно действовать. Понимаете? Не просто теорию где-то прочитать, а нужно делать. Каждый день что-то делать. Что называется, слона есть частями, я бы так это назвала. Я вот такой человек. Еще в природе я козерог. Я, кстати, очень верю, что козероги, они коротоголики и достигаторы, так скажем. Вот для меня всегда, что даже, скажу, с первого класса по характеру своему, я вот такой достигатор. Если у меня есть цель, я иду, мне не надо меня подталкивать, заставлять. Я вот не из этой категории. И этот характер, ну, вот он со мной такой всегда. Поэтому еще раз скажу, нужно что-то все время делать, идти, идти маленькими шагами, и вы туда обязательно придете. Ну, цель поставить, но главное делать. Не застревать на тысяче курсах, как у нас сейчас очень модно, пройти кучу курсов и таких, и других, и десятых, но если уж вы пришли, обучились, нужно делать. Не бояться, зайти на страх. Вот я иду на страх все время. Знания остаются знаниями, пока вы не начнете действовать. То есть узнали, ну, и хорошо узнали, в мозгу стало что-то еще, да, кроме того, что было. А в действиях это не отразилось. Круто, когда можно получать результаты, да, если мы посмотрели, как можно хорошо пресс покачать, но его не качаем, пресс наш не изменится. Вот точно. Надо действовать, надо знания применять. Потому что в наше время, время информационных технологий так много знаний мы получаем, но мало кто их применяет на самом деле. Ума палаты, а действий ноль. Поэтому я говорю, надо действовать. Действовать и к чему-то приходить. От этого растет самооценка, между прочим. Растет самооценка и средства тоже не заставят себя долго ждать. В твоем финансовом плане увидели все, что хотели от проекта, который вы затеяли в первую очередь? Да, да, вы знаете, оказывается, деньги и цифры умеют разговаривать. Вот через таблицу, я бы это так сказала, они заговорили, они все разложили по полочкам. Какое крутое сравнение! Просто невероятно! С вами заговорили цифры вашего проекта. Абсолютно, да, да, я услышала и голоса, другими словами. С вашей помощью, значит, когда мы на последней встрече, вы добавили мне, подправили некоторые пункты, и мой финансовый план еще больше меня порадовал, вы понимаете, его окупаемость такая прекрасная, быстрая. Я узнала много там новых терминов, операционная прибыль, например, а сейчас я ее чувствую, это слово, это выражение, я его чувствую, что такое операционная прибыль, вот, и какая она быть должна, и много-много экономических знаний я получила. Кстати, я хотела сказать, что в свое время, после 10 класса, я не поступила в Институт легкой промышленности здесь в Уфе, я не прошла по конкурсу, по истории мне не хватило, короче, оценки, а поступала я на экономический факультет, экономический факультет легкой промышленности, и вот сейчас, спустя столько лет, вот эти вот знания, которые я получила на вашем курсе, они в более сжатом сроке, формате, достались мне, и мне это вот прям вспомнилось, и я думаю, ну, жаль, что я тогда не поступила, но сейчас зато я восполнила вот этот пробел мне нужный, необходимый. Вот так все повернулось через сколько-то лет. Круто, да, действительно, мы не учим шить, мы не учим просто повышать цены, да, то есть, ну, целесообразность есть во всем, а учим управлять полностью своим предприятием, да, оставаться управленцем, если хотите творить, можете творить, да, но по остаточному принципу ваша задача управлять своим проектом. Я люблю говорить с неприлично высокой прибылью и знать, куда вы идете. Не с закрытыми глазами куда-то бежать, а чтобы видели и понимали, куда вы идете. Есть план, есть факт и есть пути решения, да, гибкость ума и будет вам счастье. Оксана, мы желаем вам успехов, до скорой встречи на втором этапе обучения «Шить выгодно» в золотом тарифе и с удовольствием будем провожать вас до ваших неприличных прибыли. Да, пожалуйста, провожайте меня в эти прибыли, я буду с вами все это время и буду ловить каждое слово от Ирины Артамонова, от вас, все ваши советы, все, все будет мне во благо, да будет так. Спасибо вам большое за связи. Всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok